Добрый день, уважаемые участники вебинара. Я надеюсь, меня видно, слышно, все в порядке со звуком. И если все хорошо, то тогда давайте начнем нашу сегодняшнюю встречу, которая будет посвящена созданию электронных книг. Расскажу вам о нескольких интересных онлайн-инструментах, которые позволят вам создавать электронные книги и самостоятельно иметь и со своими читателями, и для читателей, и публиковать их в сети интернет. Если вам нужна презентация, которую я буду демонстрировать, вы можете ее скачать до конца вебинара, пока вы не уйдете из вебинарной комнаты, она доступна для скачивания. Параллельно в чат я периодически буду бросать ссылки с примерами разных работ, созданных в разных сервисах, чтобы вы могли не скучать, а параллельно еще просматривать примеры, познакомиться с разными возможностями сервисов, может быть, для себя сразу что-то брать на заметку, запоминать, делать закладочки какие-то по ходу нашей сегодняшней встречи. Давайте начнем наш вебинар. Поговорим о создании электронных книг, которые похожи на обычные. То есть сейчас технологии позволяют создавать такие книги, в которых и воспроизводится перелистывание страниц, и которые воспроизводят даже звук перелистывающихся страниц, шелест. Плюс к тому же эти публикации в интернете можно дополнить разными интересностями. Например, вставить туда гиперссылки, карту, аудио, видео, разный интересный контент, вплоть до того, что можно и викторины прямо внутрь этой книги вмонтировать. Вот я сегодня расскажу о разных инструментах с разными возможностями, которые позволят вам такие интересные электронные публикации создавать. Начнем с того, что попроще. Например, у нас есть какая-то презентация Powerpoint готовая или PDF-документ, это еще лучше. И мы хотим на основе вот этого документа, на основе этой презентации, создать какую-то электронную необычную публикацию с эффектом перелистывающихся страниц, например. Какие инструменты можно взять на вооружение? Давайте посмотрим, например, на сервис Colomeo. Это, наверное, самый известный инструмент у всех на слуху. Он позволяет переводить и презентации, и PDF-документы в формат электронной публикации с перелистывающимися страничками. Я вам сейчас в чат отправила разные варианты. Тут есть вариант обычной книги, вставленной. Есть вариант виртуальной выставки, сделанной в виде перелистывающейся книги. Есть вариант, когда много книг представлены на одной полке, как книжном шкафу. Давайте я вам расскажу о том, какие возможности есть у этого сервиса и чем он так хорош. Во-первых, у него очень неплохой бесплатный тариф. Он предоставляет 15 гигабайт свободного места для публикации. Вы здесь можете создать неограниченное число таких вот книг, таких публикаций до 500 страниц в каждой. То есть это огромное количество, большие возможности даются совершенно бесплатно. И работать здесь очень просто. Если вы только впервые с этой темой соприкоснулись, впервые захотели что-то попробовать, начать можно именно с этого сервиса Коломоу. Многие с него и начинают. Я тоже в свое время когда-то его именно и осваивала, один из первых. Здесь все довольно несложно. Более того, сейчас сервис русифицирован. И если он у вас в браузере автоматически не русифицировался, можно через Google переводчик, например, еще дополнительно перевести на русский. И работать с ним станет намного проще. Все очень просто. Мы вписываем название публикации, какую-то аннотацию небольшую, описание, так называемый description. Ну а дальше загружаем свою презентацию или PDF документы. Тут такая маленькая особенность. Если мы грузим презентацию, обращайте, пожалуйста, внимание на шрифт. К сожалению, не многие шрифты, а некоторые, особо художественные шрифты, например, наклонные какие-то, скрипты с разными завитушками, рукописные, они, к сожалению, могут съезжать при форматировании. Поэтому создатели сервиса рекомендуют, если у вас такие шрифты есть в вашей презентации, то сначала презентацию переделать в PDF, ну а потом уже вставлять. Если у вас внутри презентации есть гиперссылки, они все равно будут активными. И поэтому у вас публикация будет такая уже более интерактивная. Не только текст картинки, но и еще гиперссылки внутри. Далее, когда вы все это загрузили, мы можем выбрать вариант оформления разного вида листалки. Есть фоновое изображение, на котором будет ваша книжечка располагаться. И дополнительно можно подключить еще и шелест страниц. После того, как мы все это выбрали, нажимаем на кнопку Publish, и ваша книга опубликована. Вы можете взять ссылку, можете код, встроить ее прямо на страницу сайта и блоги. Очень многие библиотеки пользуются этой возможностью, размещают здесь свои электронные публикации, методического характера, презентации, виртуальные выставки, а затем делятся со своими читателями или коллегами у себя на сайтах и в блогах. Это очень удобно и несложно. Единственный минус Коломео, может, кого-то немножко оттолкнет в том, что здесь сервис, поскольку бесплатный, то здесь возникает реклама. Тут единственный способ поставить блокировщик рекламы, чтобы она нас не раздражала. А если ищем что-то совсем без рекламы, ну вот пример книжного шкафа как раз про Коломео. Не сказала еще про то, что здесь возможно создать одну папку бесплатно, и в эту папку какие-то работы собрать. Для чего это может пригодиться? Ну, например, вы проводите конкурс творческих работ каких-то среди своих читателей. Вот у нас был конкурс презентаций по экологии Мурманской области. Мы эти презентации перевели в формат PDF, загрузили в Коломео, и получились вот такие интересные книжечки. И потом мы эти книжки собрали в одну папку, и сервис нам создал вот такие книжные полки. И мы эту книжную полку можем тут же встроить на сайт или в блог. Пример, как она выглядит, я вам в чат отправила, можно там полистать. При нажатии на книжку она открывается, ее можно смотреть, листать, вернуть обратно на полку и открыть что-то другое. Вот таким образом это очень симпатично все работает. Так вот, если мы хотим что-то совсем без рекламы, то можно обратить внимание на сервис FlipSnack. Он на английском языке тут немножко посложнее будет. Ну, давайте посмотрим, как здесь можно поработать. Здесь тоже можно создавать публикации с эффектом перелистывающихся страниц. Вот вам две ссылочки, пожалуйста. Первая ссылочка – это виртуальная выставка, сделанная в виде книги. Вторая ссылочка – это интересная книга, сделанная на основе читательских отзывов. То есть вы собираете отзывы читателей об отдельных книгах и оформляете их в виде вот такой симпатичной книги. Можно потом читателей других с этой книгой знакомить. Ну и стандартную виртуальную выставку мы тоже можем сюда загрузить. Единственное, FlipSnack принимает только формат PDF. Ограничения у него такие. Здесь вы можете создать три проекта бесплатно, то 30 страниц в каждом. Ну, конечно, не сильно большие возможности по сравнению с Коломео. Но для маленьких, небольших публикаций, когда у вас буквально 10-12 страничек, это, в общем, неплохой вариант. Здесь, в принципе, все те же самые возможности. Может быть, чуть-чуть побольше, чем у Коломео. Мы можем оформить фон. По умолчанию он вот такой серый, не очень симпатичный. Можно его раскрасить. Палитра с левой стороны есть. Можно сделать жесткую обложку. Сделать как альбом. Чтобы перелистывать, добавить шелест страниц можно, собственно говоря. И еще несколько возможностей. Тоже есть выбрать вариант оформления и так далее. Единственное, что здесь приходится переводчикам пользоваться. Если английский не сложновато воспринимается, то можно гугл-переводчикам, он поможет. В общем, симпатично получается, неплохо. Можно тоже воспользоваться как хороший инструмент, который стабильно работает. Это как раз и он. О всех инструментах, о которых я говорю, они все дают и код, и ссылку. То есть вы можете и в социальной сети ссылкой поделиться, и кодом встроить это на сайт или блог. Продолжаем дальше. Но если нет видео или звук слабый, это либо что-то с динамикой, потому что у нас на максимуме стоит звук. А если нет видео, то это, возможно, скорость интернета на это влияет, к сожалению. Ну, давайте пойдем дальше. Посмотрим на сервисы с возможностями пошире. Что еще нам предлагает онлайн-среда? Ну, например, вот такой сервис FlipHTML5. Это сервис для создания флипбуков, электронных листательных книжек. У него очень хорошие возможности. Если вы планируете массово заняться созданием таких публикаций, то есть хотите их много и часто, то, пожалуйста, вот этот сервис. Подскажите, как встраивается код. Рассказываю. Когда вы создаете публикацию, после того, как вы все сохранили, вам сам сервис даст ссылку, ну, ссылка стандартная, да, а код вы копируете, а дальше переходите на страницу своего сайта, библиотечного, например, либо блога, что у вас есть. Вам нужно на сайте или в блоге найти раздел, который занимается HTML-разметкой. Ну, то есть это вот такое вот поле, там много-много непонятных буквок, цифрок. Вот это программисты точно вам скажут, как это все работает. Обычно у сайтов и блогов две. Есть обычный режим верстки редактора, с которым мы чаще всего работаем, и есть вот HTML-разметка. Вам нужно как раз в это поле попасть. А дальше щелкаем в нужном месте, где вы хотите эту выставку вашу пристроить, публикацию, и вставляем туда этот код, как раз вот в раздел HTML-разметки. Возвращаемся назад и смотрим, как у вас все красивенько пристроилось. Таким образом это работает. Вот. Ну, давайте смотреть на HTML5. Что он умеет? Бесплатно можно загружать до пяти публикаций в день, до 500 страниц в каждом. И для всего этого богатства дается 20 гигабайт свободного пространства. Это очень-очень хорошо. И очень симпатичный получается вид. Вот смотрите, это фоновая картинка, на ней публикация, которую можно листать, перелистывать. Единственный недостаток, здесь ссылки не поддерживаются. То есть я попробовала документ загрузить со ссылками, к сожалению, они не активны. Они только вот нарисованы, что они ссылки, на самом деле они не нажимаются. Но при всем при этом все публикации, которые вы создаете, автоматически попадают в шкаф, в книжный. И вы можете прямо вот выставку всех своих публикаций тут же сделать. На шкаф, ну вот он так выглядит, поскольку у меня была всего одна создана, она пока вот так одинока в углу. А так по тому, как вы будете создавать и публиковаться, здесь выстроится ваша целая библиотека. И вы можете прямо целую библиотеку своим читателям предложить для просмотра. Тут, к сожалению, все делается автоматом. Здесь нельзя выбрать отдельные какие-то публикации. Вот это размещать в шкафу, это не размещать. Здесь все сразу, все вместе размещается. Можно взять ссылку на отдельную публикацию, можно на весь книжный шкаф в целом. Все отлично, кроме того, что не поддерживаются, к сожалению, ссылки. Если у вас публикация без ссылок, то это вообще отличный вариант. Загрузили, и тут буквально 5-10 минут, и у вас все уже готово. Если нам нужны гиперссылки. Есть такой неплохой сервис, называется Flipbook PDF. Ну, из названия понятно, что работаем с PDF и делает листательные книжки, очки-листалки. Отличный инструмент, потому что в нем не надо регистрироваться. То есть вы можете прямо без регистрации туда попасть. Вот сразу окошечко. Тут, кстати, половина на русском языке, тут все очень понятно. Выбираем файл, нажимаем кнопочку «Конверт», и у вас тут же файл этот конвертируется. Вы получаете публикацию. Вы можете по ссылке, которую я вам сейчас кинула в чат, перейти на сам сервис. Если у вас под рукой есть какой-то PDF-документ, можете прямо поэкспериментировать. Что-нибудь загрузить и посмотреть, как это все работает ручками. Теперь давайте по бесплатному тарифу. Здесь неограниченное число публикаций, то 40 страниц в каждой публикации. В общем, неплохо. Правда, поскольку сервис без регистрации, это накладывает свои особенности. Здесь, если вы не посещаете целый месяц свою публикацию, либо читатели ее не читают, целый месяц, то есть вы ее опубликовали, она не читается, и даже вы туда ни разу не заходили, они автоматически стираются с сайта. Но это издержки вот таких сервисов без регистрации, поскольку они не могут бесконечное число публикаций хранить, они периодически проводят такую чистку. Но даже если вы один раз туда зашли, сразу уже засчитано все, и никуда она не сотрется. То есть периодически, если вы будете здесь публиковаться, заходите в свои книжечки, в свои публикации, проверяйте, как они поживают, смотрите. Опять-таки, есть код и есть ссылка, вы можете и то, и другое взять и воспользоваться. Был вопросик в чате, можно ли в сервисе создать твердую обложку. Вот, к сожалению, твердую обложку можно только у FlipSnack взять. Здесь обычные стандартные листы. Будет еще чуть дальше еще один сервис, StoryJam, там тоже есть твердая обложка. Правда, этот сервис уже более детский, больше для детей подойдет. Дальше. Что еще для этого сервиса интересно? Ну, загрузили мы публикацию, она у нас существует. Здесь можно еще сделать обложку, естественно, вернее, не обложку, а фоновое изображение. И плюс здесь еще можно добавить вручную гиперссылки. Вы можете щелкнуть в любое место вашей публикации, выбрать там слово, словосочетание и сделать эту гиперссылку активной. Ну, как вот это происходит, вот, пожалуйста. Я загрузила некий документ, вот, и мне нужно, чтобы вот эта вот ссылка на какой-то сайт была активна. Я ее мышкой выделила, открывается окошечко, вставляем ссылку в раздел «Веб-сайт». Вот, я туда вставила, нажала «Save» — «Сохранить». Так у меня получилась гиперссылка. Вот, несмотря на то, что этот сервис такой простенький, кажется, без регистрации, бесплатный, он имеет хорошие возможности. Здесь можно гиперссылки вставлять прямо вручную, прямо вот в режиме реального времени. То есть любое слово в вашей публикации вы можете сделать ссылкой. Даже не то, что слово, а любую картинку, какая у вас есть, выделить ее мышкой и прикрепить к ней ссылку. Получается интерактивная книжка, по сути. Так что не стоит его сбрасывать со счетов, он очень даже неплохой. Похожий на него сервис, если смотреть, вот, по оформлению, ну, практически близнецы-братья. Хейзин, Хейзин, сложноватое название. Сейчас ссылочки отправлю и прокомментирую, что у нас здесь есть. Две ссылки. Этот сервис еще даже лучше, правда, здесь нужно уже регистрироваться. Я вам отправила ссылки, как еще можно использовать такие книжки-листалки. Можно сделать виртуальное путешествие. Вот первая ссылка, она на английском языке, но ничего страшного, там можно сообразить, что это путешествие по Венеции. Там обратите внимание на возможности сервиса. Тексты, картинки, можно встроить карты, видео, киперссылки, в общем, целый набор всяких интерактивностей. А вторая ссылка, это в том же самом сервисе создана рабочая тетрадь. Это больше для учителей подойдет. Вариант, когда вы создаете какие-то интересные активности для детей, рабочие листы, рабочие тетради. Вот это можно сделать в сервисе Хейзин. Здесь вы загружаете свой готовый ПТФ-документ и насыщаете его разными интерактивностями. К сожалению, бесплатный тариф здесь только 5 флипбуков. Здесь особо много не насоздаешь, но при этом очень хорошие возможности. Фон выбираем, меняем вид перелистывания, добавлять можно фоновую музыку, можно добавлять интерактив, разные ссылки, видеоизображения, встраиваемые веб-страницы, если нужно. Вот как раз в красной рамочке я вынесла внизу три основных кнопочки. Link добавляет ссылку, image, это мы вставляем картинку в пустое место, да. Ну а видео добавляет видео с Ютуба, например, прямо внутрь книги. Точно так же мышкой щелкаем в нужном месте, выбираем вариант, который нам нужен, например, ссылку вставить. Вот открылось окошко для ссылки. Мы туда добавляем в это окошечко, чуть ниже, чем Open Link. Нужную ссылку сохраняем и публикуем. Отличный сервис, единственное, что ограничение только пять флипбуков маловато. Если вы ставите на поток производство таких книг, то будет маловато. А для единичных каких-то интересных публикаций это, в общем, неплохой вариант. Опять-таки, вот этот сервис, это сервис для массового производства электронных публикаций. Он дает из всех инструментов, которые предлагают бесплатный тариф, он, пожалуй, самый щедрый в этом смысле. Any Flip. Электронные публикации. Эффект перелистывания страниц. Бесплатная версия. Это неограниченное число книжек. Можно совершать 150 загрузок в месяц. То есть в месяце 30 дней, то есть по 50 штук каждый день можно сюда загружать. Вопрос. Вконтакте ссылки с этих сервисов работают? Конечно, работают. Эти ссылки работают в любых социальных сетях, куда бы вы их ни поместили, они везде будут открываться. Ну, давайте смотреть на Any Flip. Что он умеет? Ну, в общем, по экстерьеру мы видим, что он похож на все предыдущие сервисы. То есть тут в центре публикация, которую мы загрузили, а с левой стороны настройки. Можно добавить шелест страниц, можно музыку добавить, можно выбрать фон. Вот я вам первую публикацию, первая ссылочка, там анимированный фон. Вообще можно в качестве фона любую картинку выбрать, которая вам нравится. А еще там есть набор анимаций. Вот у меня там солнышко, голубой фон и солнечные лучики. Там еще есть водичка разная красивенькая и разные другие более авангардные виды анимации. В общем, такое разнообразие вносит, привлекает внимание. Что еще умеет этот сервис? В основном он создает электронные публикации без гиперссылок, обычные листалки с картинками, с текстом. Ну, вот как PDF-файл просто форматирует их. Можно там настроить разные виды навигации, перелистывания и тому подобное. Ну, такие уже точечные настройки. Но он не особенно интерактивный. Да, нужно в нем регистрироваться. Те, которые без регистрации, я один уже назвала, все остальные это с регистрацией. Обратите внимание, пожалуйста, что регистрация в некоторых сервисах в упрощенном формате проходит. Если у вас есть Facebook-аккаунт или Google-аккаунт, можно через них, и тогда время регистрации сокращается. Если принципиально это, то можно воспользоваться аккаунтами соцсетей. И не флип на английском. То, что на русском, я объясню, их не так много на самом деле. Но опять-таки я уже говорила, повторю еще раз, что можно это все переводить через Google-переводчик. В Google-браузере открываете, правой клавишей мыши перевести на русский язык. Автоматом все переводится. Я знаю, что и в других браузерах тоже есть переводчики, и в Яндексе, и в каких-то других, наверняка, они тоже присутствуют. Это немножко облегчит работу. Параллельно, если вы видите на слайдах, у меня здесь есть пример и обучалка. То есть по каким-то сервисам есть очень подробные обучалки. Вот по Iniflip я сама ее написала. Эти ссылки интерактивные у меня в презентации, так что если вы себе сохраните ее, с вами останутся эти все ссылки. Можете потом по ним походить и почитать. Ну, Iniflip точно так же. Все публикации загребает на книжный шкаф, расставляет их на полочке красиво, и получаем вот такую коллекцию своих личных публикаций. Если это важно, то можно собирать. Ну, пожалуй, вот про PDF и про обычные стандартные мы поговорили. Теперь давайте перейдем в более нестандартные. Не совсем вопрос поняла Елена Денисова, как перейти в настройки программы. О каком сервисе идет ли речь и в настройки чего надо переходить. Если про Iniflip, то это загружается публикация, и тут же с левой стороны появляется вот это вот поле с настройками, а вы просто внутри него щелкаете. Ну, например, BookInfo – это информация о книжке, то есть название, описание. Темплейт – это оформление, шаблон, то есть фоновая картинка, например. Дальше. Ну, продвинутые настройки у меня сейчас открыты. Это шелест страницы, это музыкальное сопровождение, если нужно. Так что здесь все несложно. Панель сама появится, ничего особенно там настраивать не надо. Все открывается автоматически. Теперь давайте посмотрим для более искушенных читателей, для более искушенных нас, варианты с интерактивностями. Ну, начнем с гиперссылок. Это чаще всего самое основное, наверное, что чаще всего спрашивают, а где же гиперссылки, а где же ссылки на разные веб-ресурсы. Вот, пожалуйста, Active Book, Active Text Book, если правильнее произносить. Я вам опять две ссылки отправила. Первая – это просто статья сделанная интерактивная, а вторая – рассказ про рассказ «Кугатки утенок». Это больше, конечно, для взрослой аудитории. Вообще этот сервис позиционирует себя как сервис для высшей школы. Но я думаю, для старшеклассников тоже может подойти, да, и для обычных взрослых читателей наверняка тоже сгодится. Если вы откроете ссылочку, там будет вариант гостевой, continue, нажать кнопку. Вот, и тогда откроется в гостевом режиме. Вы можете прямо в этой публикации сейчас взять карандашик. Там вот карандаш нарисован. Это четвертая кнопка сверху. Можете поподчеркивать. Это все должно работать. Резинка ниже. Это для стирания. То есть вы прямо в этой публикации можете сделать отметки. Они останутся только у вас. То есть я их не увижу у себя в этой статье, а у вас на экране они появятся. Если вы зарегистрируетесь в этом сервисе, то у вас автоматически эта публикация добавится в вашу библиотеку. Она останется теперь с вами. И вы там можете чертеть, рисовать, делать с ней все, что хотите. Все, что вам удобнее. Ну, а так для просмотра можно просто по ней подчеркать, что постирать, посмотреть. Плюс там есть еще возможность комментирования. Но это опять-таки для зарегистрированных пользователей. Можно оставлять комментарии, высказывать свое мнение. Такой вот интерактивной обратной связи. А вообще здесь мы загружаем ПТФ-документ и начинаем к нему разные интерактивности применять. Например, щелкаем в любое место документа. Ну, нам нужно слово какое-то выделить. Мы хотим, например, гиперссылку на сайт добавить. Выделяем какой-то текст, какое-то слово. Щелкаем мышкой, и у нас открывается набор интерактивностей. Вот, это еще не весь. Тексты можно добавить внутрь. Что такое текст? Это просто окошечко с дополнительной текстовой информацией. То есть у нас в документе уже какой-то текст написан, но мы нашли еще что-то и хотим еще добавить. Поэтому есть такая возможность. Дальше. Обычная гиперссылка, которая ведет на сайт. Можно добавить видео с YouTube по ссылке. Картинку загрузить с компьютера. Видео тоже с компьютера добавить. Аудио тоже с компьютера. И если пониже пролистать, там еще будет викторина. Мы внутрь этого текста, внутрь этой книги можем добавить еще и викторину. Правда, викторина будет очень простая. Вот в гадком утенке, там на второй страничке, если присмотреться, там есть викторина. Можно пощелкать, посмотреть, как она устроена. Из всего этого разнообразия. Лучше всего работают тексты, ссылки и видео с YouTube. Первая тройка игроков, что называется. Картинки тоже, в общем, загружаются, если они не очень тяжелые. Вот с видео и с аудио, к сожалению, проблемы. Они тяжелые и будут грузиться медленно. Поэтому самый лучший вариант, если вы хотите видео-аудио, загрузить их по ссылке просто. Например, с YouTube видео добавить, и все будет отлично. Оно моментом добавится. Просто загружать с компьютера, во-первых, это тяжеловато, во-вторых, оно будет затруднять еще и просмотр. Вот такой лайфхак. Ну, здесь все просто. Выбираем текст, нам откроют окошечко, мы туда вписываем текст, нажимаем «Сохранить». Все прикрепилось, сохранилось. И все то же самое по остальным, такая же история. Викторина. С викториной получается вот такое окошечко. Title. Здесь мы пишем название. Дальше – вопрос какой-то. И дальше выбираем варианты нашей викторины. Что мы хотим? Есть multiple choice. Это когда один правильный ответ из нескольких. Есть multiple choice, multiple answer. То есть несколько ответов будут верные. Есть true, false. Ну, это понятно. Наверное, правда-неправда. И четвертый вариант – это shot answer. Короткий ответ на вопрос, когда от нас требуют что-то написать. Одно, два слова – вот такой вариант. Выбираем тип, нам дают варианты. Например, мы выбрали, если multiple choice, нам выдает сразу несколько вариантов, мы туда вписываем. Если выбрали shot answer, нам дают одно окошечко. И мы туда вписываем вопрос и предполагаемый ответ, который мы ждем от наших участников. Единственное, что вы сейчас, если начнете на викторину отвечать, вы обратную связь не получите. Здесь обратная связь будет для зарегистрированных пользователей. Вариант с викториной здесь больше для учителей. И если вы, как учитель, создаете такую книжку, листалку, такой документ, то вы все увидите у себя в личном кабинете. То есть получите статистику, что у вас, например, 20 человек ответило, и даже можно посмотреть, кто как ответил. Моя презентация в обычной программе сделана в PowerPoint, и я ее перегнала в PDF. Если вы начнете сейчас скачивать, она у меня в PDF сделана. Просто обычная. Я ее загрузила сюда. Это не онлайн-сервис, это просто PDF-документ, который я вам сейчас и демонстрирую. Давайте еще к более красочным вариантам пройдем. Active Textbook, конечно, хороший, неплохой сервис, но не сказать, что он прямо шикарно оформлен. Но стандартная, обычная вот такая вот инструментария. Посмотрим на более интересные варианты в плане оформления и в плане возможностей. Есть еще вот такой хороший тоже инструмент, называется Bookimon. Это бесплатный сервис, здесь нет никаких ограничений. Единственное ограничение – это будет английский язык, опять-таки. Да, упираемся опять в это. Я вам опять сейчас несколько ссылочек добавлю, всяких разных, на этот сервис. Вот, первая ссылочка – это детские стихи, сделанные в виде книжки. Вторую ссылку – это как можно оформить публикации библиотеки в виде книжки. Ну, например, вот так. И третья – это я экспериментировала. Это вот я создала книжку на основе шаблонов про полярную сову. Это будет вот эта вот последняя ссылка. Пока вы их рассматриваете, я отвечу на вопрос, как получить ссылки на обучалки. Вам нужно скачать презентацию. В разделе с файликом, да, спасибо, Татьяна, подсказали. В разделе со значком «Файлик» вы можете нажать, откроется моя презентация, скачать ее просто я на компьютер. Гиперссылки внутри должны быть активны. Все обучалки, примеры, которые я в чат кидаю, там есть и эти примеры, и эти обучалки. В общем, полный набор всего, что необходимо для работы. Ну, давайте смотреть. «Покемон» – это сервис для создания электронных книг. Он принимает разные его виды документы. Можно начать с нуля, вообще взять шаблон и просто с нуля накидать книгу себе. А можно уже готовые взять документы, принимаются форматы ток, ПТФ и ППТ и презентации. Причем здесь можно миксовать, то есть загрузить и документы, и ПТФ, например, и из них, из двоих сделать одну общую книжку. Такое тоже возможно. Ну, давайте смотреть, как это все работает. ПТФ-документ здесь все очень просто. Просто грузите документ, добавляете, там до восьми документов можно загрузить всяких разных форматов, и вам все это вместе смонтируется. Вы только последовательность правильно выстроите, в каком порядке, что надо к чему крепить, и все это смонтируется в один документ. И все, вы получаете готовую на выходе книжку. Правда, без гиперссылок. Если у вас там были гиперссылки, они будут неактивны. Это больше для книг с картинками и с текстом. Более интересный вариант, когда мы с нуля начинаем создавать. Интересные здесь шаблончики. Вот, пожалуйста, шаблоны. Здесь на любой вкус. Здесь и семейный альбом есть. Здесь история семьи, книга с рецептами, календарь, приключения, что тут еще, книга класса, ну, как летопись класса, да, какие-то фан-фикшн, мемориальные альбомы, стори-бук, то есть какие-то приключенческие истории. Это еще не все. Там про животных, про детей можно листать дальше. Там бесконечное число этих шаблонов. Можно посмотреть, потом что-то выбрать и по этому шаблону действовать. В чем прелесть, что здесь все уже размечено. То есть там какой-то уже текст есть и картинки тоже есть. Вы просто стираете, заполняете своим содержанием. Вот и все. Очень быстро и очень просто. Ну, вот про полярную сову я так и взяла. Я уже не помню, как назывался шаблон. Какой-то из детских шаблонов я выбрала и в нем поэкспериментировала. Вот этот шаблон я и выбрала. Вот так он выглядел. Вот с совой я. Правда, я эти веселенькие рамочки немножко изменила. Внутри шаблона сервис бесплатный, регистрацию надо проходить. Ну, в онлайн-сервисах в 99% случаев нужна регистрация. Очень редко где от вас ничего не потребуют. Если мы работаем, если мы что-то создаем и сохраняем, и нам еще на выходе что-то дают, код и ссылку, то это всегда с регистрацией, естественно. А сервис бесплатный. Если вы не надумаете печатать, если вы эту книгу хотите распечатать, вас попросят денежку. Но мы не хотим, мы просто хотим создать, и все. Ну, давайте смотреть. Вот шаблон. Внизу уже картинки. Это вот макет нашей книжки. Вот обложка, странички. Все здесь внизу разметено. Можно удалить, если они нам какие-то не нужны. Удаляются клавиши DLT. Выделяем, удаляем. В эту книжку мы можем добавить разного вида контента. Вот, например, я открыла Клепарт. Ну, наверняка вам знакомое слово. Это разные картинки такие анимированные. Не анимированные, а такие пищевые картинки, как я их называю. Просто мышкой переносим их в нужное место. Здесь уже есть какие-то рамочки. Можем в рамочку. Можем просто, как захотим. Вообще это все можно удалить. И здесь все с нуля начать. Как угодно. Дополнительно чуть выше есть кнопка «Фотос». Если нам это все не нравится, мы можем свои загрузить. Тут есть возможность создать свою собственную библиотеку и туда загружать картинки заранее, а потом мышкой их вытаскивать на нужной страничке. Таким образом работает. Есть библиотека «Бэкграундс». Это фоны. Оттуда точно так же мышка их устанавливает. Я написала обучалку очень подробную, так что, если интересно, можно по ней походить, поэкспериментировать. Вообще получается быстро и довольно симпатично. Красивые книжки. Выходим, как всегда, нам дают ссылку и виджет. Здесь не код будет, а здесь будет виджет. Тот же код, но красиво оформленный. То есть там будет обложка книжки, а под ней кнопочка «Прочитать». Нажимаем на эту кнопочку, и книжка открывается. Вот таким образом это будет работать. В общем, мне сервис понравился. Неограниченное число публикаций, неограниченное число страниц. В общем, все бесплатно, это здорово. Отдельной строкой стоит сказать про интерактивные книги для детей. Ну, Бакимон в какой-то мере тоже предлагает детские шаблоны. А вот есть такие сервисы, которые вообще ориентированы, прежде всего, на детскую аудиторию. Школьники, младшие, средние. Вот для этих детей, вот для этой аудитории есть отдельные сервисы, в которых можете работать и вы, и вы можете научить своих учеников. Если вы с детьми работаете, вы можете им показать, рассказать, а дальше они сами разберутся. Они очень простые для освоения. И хотя и на английском, ну, в общем, работать несложно. Вот этот сервис вообще для младших школьников, я бы советовала, он без регистрации. Вот, внимание, это сервис, в котором не нужна регистрация. Я вам ссылку дам, а вы посмотрите. Он, правда, очень простенький. Здесь просто нажимаете «Создать историю», «New storybook». Открываете, вам дают странички, и вы на эти странички пишите текст, вставляете картинки. Конструктор выглядит вот примерно вот так. Вот здесь четыре всего кнопочки. Так, плоховато мне видно, ладно. Человечек – это у нас фигурки, разные картинки. Мышкой их туда вытаскиваем. Дальше кисточка – это у нас закраска фона. И рисование. Можно порисовать что-нибудь мышкой. Дальше тексты. Ну, это понятно, какой-то текст печатаем. И дальше сценки, картинки, фотографии. Вот последняя кнопка. Можно свои фотографии сюда подгрузить, если нужно. Вот, весь основной инструментарий. Можете научиться сами, можете научить детей, чтобы они сами создавали такие маленькие книжечки. А на выходе вам дадут код от вашей книжки. Она никуда не исчезнет. Оставьте с вами навсегда. Главное, код не потеряйте. И все, можно делиться, опубликоваться, радоваться, что мы создали очень просто и быстро маленькую книжечку. Так что вот для маленьких школьников, может быть, и подойдет такой инструмент. Для более продвинутой публики, конечно, будет маловато возможностей. Поэтому вот для тех, кто постарше, уже более так разбирается во всех этих технологиях, можно попробовать вот этот инструмент StoryJumper. Он довольно давно работает. Вот спрашивали про альбомную обложку, чтобы она хлопала, как альбом. Вот это он. Сервис StoryJumper создает книжки в виде альбомов горизонтальные. И последняя и первая страничка, они щелкают, как твердая обложка. Внутри этой книжки можно добавить картинки, тексты и сделать еще и озвучку. Я вам две ссылки добавила. Это обычные книжки без голоса. А вот сейчас третью ссылку я вам пошлю с голосом. Это красная шапочка, прочитанная вслух. То есть еще и аудиокнига в итоге получается. Очень симпатично здесь все оформляется. Сервис тоже бесплатный абсолютно. Денежку будут брать, если вы захотите распечатать. А просто публикация здесь абсолютно бесплатная, без ограничений. Давайте смотреть. Вот так выглядит конструктор. Нам дают просто пустые странички, на которые мы добавляем свой контент. Есть несколько шаблончиков. Можно их использовать. А можно вообще как дизайнеру взять и самому здесь что-то придумать. Есть библиотека разных красивостей. Есть картинки. Вот кнопочки я в красную рамку вынесла. Пропс – это разные объекты, оттушевленные, неоттушевленные. Сценз – это у нас фоны. Можно там фончик какой-то красивый выбрать. Фотос – это фотографии. Можно грузить свои картинки, если они у вас есть, пожалуйста. Есть еще кнопочки «Добавить страничку». Это плюсик. Копировать страничку. Это две странички вместе. В общем, здесь тоже набор кнопок очень небольшой, и дети очень быстро это все осваивают. Дополнительно, вот вторая красная рамка – «Add Voice» – это «Добавить голос». Что это такое? Это озвучка. Вы открываете страничку, подключаете микрофон и читаете вот именно то, что написано на этой страничке. И оно крепится. Переходите к следующей страничке, опять читаете. У вас получается аудиокнига, по сути. Таким образом, можно очень быстро и создать просто публикацию. Ну, а дальше делиться, как всегда, публиковать в социальных сетях, либо в блоге, на сайте. Здесь внимательно вот к чему нужно обратиться. Здесь, к сожалению, такое небольшое ограничение. Я заметила, что если очень большие публикации, допустим, там 20 страниц и больше, вот так, то сервис иногда просит для дальнейшего просмотра зарегистрироваться. То есть, если вы гостям будете показывать, которые не зарегистрированы в сервисе, то на это стоит обратить внимание. Их там попросят войти в сервис и читать дальше. Но в этом случае, если вы не хотите, чтобы утруждать их, тогда несколько маленьких публикаций по 10-15 страничек. Вот, да, выход. Будет такая многосерийная история. В общем, довольно симпатичный, интересный сервис, и дети в нем хорошо работают. Подскажите, пожалуйста, ссылки откроются на компьютере, если я вышла на вебинар со смартфона? На компьютере, да, конечно, все откроется. Ну, давайте смотреть дальше. Сервис Write Reader. Тоже для детей, тоже несложный. Тоже сейчас ссылочки вам разные дам на разные работы. Он примерно такими же возможностями обладает, только здесь не альбомный формат, а формат уже книжный. В вертикальной страничке будут. Вот одна ссылочка. Это взрослая работа. И вот еще давайте детскую дам работу, которую ребенок создал. Интересно. Здесь тоже мало кнопок. Очень быстро все осваивается и несложно. Да, еще про StoryJumper. Сейчас только вспомнила о том, что забыла сказать. В StoryJumper есть еще возможность создавать классы. Для учителей это подойдет. То есть вы можете создать класс, добавить туда учеников и совместно с ними создавать книгу. Вот такая есть возможность. Write Reader тоже имеет такую же возможность. Он тоже может создавать классы. Туда вы можете добавлять учеников. Причем от учеников не нужно требовать где-то регистрироваться. Потому что родители очень щепетильно к этому относятся. Они не любят, когда заставляют их детей где-то по каким-то сайтам ходить и что-то там в электронную почту вписывать и пароли придумывать. Нет. Здесь сам библиотекарь, сам учитель выдает логины и пароли на вход, добавляет всех учеников своего класса в группу и можно работать. Каждый будет в этой группе создавать свою собственную книгу. А учитель получит на выходе в библиотеку творческих работ. Можно ли здесь изменять язык? По-моему, Write Reader сейчас русифицируется. Вот я не уверена на 100% в этой информации. Но в Google Переводчике точно переводится это на 100%. Здесь есть переключатель языков. Сейчас вот здесь стоит у меня английский. Мне кажется, уже появился русский. Но надо проверить на практике. Давайте смотреть. Здесь вот три кнопочки всего. Создаем публикацию. Нам выдают стартовую страничку, титульный слайд. Там уже понятно, что куда вписывать. Название автора и картинку какую-то. А дальше на выходе мы получаем три шаблончика. Просто текст. Текст с картинкой. И третий вариант – это когда работают двое. То есть учитель и ученик, например, на одной книге работают. Такой вариант тоже возможен. Выбираем здесь небольшой выбор, но это и хорошо. Есть еще значок микрофончика. Если на него нажать, то мы можем озвучить эту страничку. Как в StoryJumper. Такая же история. Подключаем микрофон и начитываем текст. Вот выбрали мы просто текст. Вот открылась новая страничка. Сюда мы просто вписываем текст, впечатываем что-то. Нажимаем на микрофон. Можно озвучить. Дальше значок плюсик, новая страница. Выбираем опять шаблон, текст или текст с картинкой. И опять добавляем. То есть здесь все предельно просто. И, собственно, разобраться вообще там 5-10 минут, и вы уже поняли, как здесь все работает. И рассказали своим детям и школьникам. И все начали творить. Вы создали класс. Там все начали творить и пробовать. И в итоге у вас может получиться целая коллекция творческих работ. Сервис дает возможность создавать вот эти полки электронные, как мы видели в книжном шкафу. Здесь тоже можно такие полочки создать. Вот, например, нашла в интернете пример, когда участники класса создали творческие работы про лето, про осень. Я так поняла, что это про времена года информация по большей части. Вот, и учитель их собрал в полочку. А дальше вы можете родителям показать, детям показать, получить ссылку и все это делить в социальных сетях, распространять. Так что это очень интересный инструмент для совместной работы, хорошо подходит. И теперь по ограничениям. Он, в общем, неплохой тариф дает. 60 книжек можно создать одному человеку. С одного аккаунта 60 книг. В общем, неплохо. В формате PDF, презентации, ссылки, например, обучалки недоступны. Знаете, я проверяла перед загрузкой, у меня все открылось. Но вдруг у вас не откроется, если, то по электронной почте мне в конце вебинара можете написать. Я вам пришлю в формате PPT, чтобы открылось. Еще один сервис похожий, Book Creator. Этот немножко посложнее будет. Это уже для еще более продвинутой аудитории. У него, кстати, возможностей будет побольше. Он дает возможность создавать книги с текстами, с картинками, с гиперссылками. Добавляя туда озвучку, рисовать можно и комиксы делать. Вот все основные возможности. Опять я вам сейчас ссылочки в чат отправлю. Все, в общем, принцип такой же. Создаем, нам дают страницы, а мы на них набрасываем контент. Контент добавляется через кнопочку «плюс». В разделе «Медиа» мы видим, что можно добавить картинку с веб-камеры. Камера. Pen – это рисование. Текст – это текст. Record – это микрофон подключения. Начали озвучивать. Если нужно загрузить картинки, то нажимаем на кнопку «Импорт». Мы можем там загрузить не только, кстати, картинки, но можем добавить аудиозвук. У меня вот в книжке, например, там со значком «Урук» пара, с микрофончиком, значит, что там есть еще и звук. Ну и через «Импорт» еще можно добавить ссылки на, допустим, видео. Видео с YouTube сюда добавляется. Как создать здесь ссылку для передачи другим? Когда мы публикуем, нам дают эту ссылку, и мы можем ее распространить. Если вы хотите, там есть два варианта ссылок, но более подробно в обучалке я это написала. В BookCreator есть два варианта ссылок. Одна для всех, вот которую я вам сейчас дала, а ее на выходе дают, когда вы опубликовали. И есть еще второй тип ссылки – это для своих учеников. Если вы создаете здесь класс, то для работы в классе вам дают вторую ссылку. Вы ее рассылаете своим ученикам, они заходят в ваш класс и там работают. Вот два типа ссылок. Единственное, что BookCreator код вам не даст. Вот для встраивания на сайт и блог код он не дает, только ссылка, увы. Ну а в целом все отлично. Здесь можно чуть поменьше создать, здесь с одного аккаунта создается 40 публикаций. Ну давайте смотреть. Вот так выглядит, я тут еще раз подписала все. Публикация, да, должна быть общедоступна. То есть вы ее должны опубликовать, нажать Publish и взять ссылку тогда. Ну, в общем, здесь тоже кнопочек немного. Отдельная вкладка Comics называется, это для создания комиксов. Там страницы будут поделены на, ну, комиксы, если представляете, как там, страничка поделена на такие окошечки. В каждом окошечке своя картинка. Вот такая будет история. Вот, открылись. Все, спасибо. Вот нам еще подсказку дали, где можно в PDF переформатировать, если нужно. Спасибо за дополнение. Отдельно хочу сказать про рисование. Это вот такая необычная опция. Здесь, если открыть кнопку Pen, то откроется целый набор инструментов юного художника. Если у вас дети рисующие, можно им порекомендовать вот этот сервис. Здесь можно рисовать маркерами, кисточками, фломастерами, карандашиками. Разные толщины линии. Тут есть ластик, заливки, разные цвета и так далее. Вот, дополнительно я в красную рамку вынесла набор для недохудожников, которым хочется рисовать, но не получается. Вот такие, как я, например. Если я хочу нарисовать, но у меня получается плохо, тогда нам поможет функция авторисования. Вот на нем так и написано. Авто. Да, штабпики там тоже есть, и амоджит тоже присутствует. Авторисование. Я решила нарисовать кошечку. Ну, как получилось. Здесь интеллектуальный сервис нам предлагает сразу варианты разных. Он пытается угадать, что я рисую, и предложил мне в первых строчках все-таки кошку. А дальше все возможные предметы. То есть я могу выбрать любую картинку вот из этих, и за меня дизайнеры все сделали. Да, мне не нужно свои страшные картинки показывать, я могу выбрать из библиотеки. Вот можно авторисование порекомендовать. Вроде как ты немножко художник стал после этого. Вот так на страничке мы создаем контент, картинки, тексты, рисуем. Тут возможности для творчества очень большие. Если про комиксы говорить, вот пример странички из комиксов. Здесь есть шаблоны, речевые облачка, мысленные облачка, тексты можно добавлять, и разные стикеры, там, вау, вау, вот такого формата. Тоже можно рисовать, кстати. Давайте подключить опять это авторисование и рисовать самому свои собственные картинки, либо загружать что-то из компьютера. Ну и дальше, когда это у нас все создано, мы получаем ссылочку. Вот как раз про ссылки. Если мы просто опубликовали, нам просто ссылку и дают. Мы нажимаем «Publish online» кнопочку, будет работа опубликована, и мы получим сразу ссылки. Если нам нужен класс, то мы получаем под публикацией «Invite code». Это секретный код, секретная ссылка, которую мы рассылаем ученикам. Мы можем создать сразу класс целый, вписать там всех своих участников. Это будет в разделе «Student Logins». И там напротив каждого участника будет его код, его ссылка, автоматически все сгенерируется. А мы просто скопировали и каждому отправили по электронной почте. Он зашел и начал работать. Это первый вариант работы, когда каждый делает свою книжку. Но в вашем классе, под вашим чутким присмотром, вы все это будете видеть. Если вам нужна такая совместная работа, когда одна книжка и несколько над ней работают сразу, то это выбираем кнопочку «Collaborate». Правда, эта опция не бесплатная, она дается на 90 дней, на 3 месяца можно попробовать. А дальше она закрывается. Ну, можно поэкспериментировать, почему нет. Примерно то же самое. Мы на нее нажимаем, тоже нам дают еще третий вариант этой ссылки. И мы опять рассылаем, добавляем и работаем. Тут есть еще кнопочки «Скачать как электронную книгу». У меня просто нет такой возможности читать в таком формате. Но если нужно e-book, то можно ее скачать. Можно даже распечатать в формате PDF, если необходимо. Правда, там, смотри, за шрифтом может что-то поехать. Потому что сервис все-таки англоязычный. Кириллицу не любит. Но так или иначе, в общем, здесь вообще отличные возможности за творчество и совместной работы. Давайте к анимашкам теперь. Есть сервисы для создания анимированных книг. То есть там движутся объекты, там падает снежок, там, не знаю, что-то двигается. Плюс туда можно еще добавить шум ветра, там, видео, аудио, все что угодно. Вот такие есть варианты с анимацией. Сервис называется Bansi. Это, опять-таки, англоязычный. Он немножко сложненький. Тут больше для вас. Хотя можно и школьников обучить, в общем. История похожая. Они себя позиционируют как создание электронных публикаций. Не обязательно книг. Это могут быть открытки анимированные с праздниками, с разными. Оно здесь, правда, без перелистывания страниц. Просто как слайды презентации, но получается красивенько. Первая – это моя работа. Вторая – это детская работа. Я на русском языке не нашла, поэтому нашла детскую работу на английском. Но все равно можно посмотреть, как это все действует. Мы создаем публикацию. Здесь три шаблончика. Опять-таки, предлагаю текст, картинку. Через плюсик можно что-то дополнительное создать. Нажимаем на плюс, добавляем, ну, как слайды получаются, вот такие вот. И каждый слайд мы туда добавляем содержимое. Что можно добавить? Вот огромнейший список всего, что здесь можно добавлять. Тексты, фигурки, рисование, 3D-объекты, анимация, стикеры, эмоджи, картинки, даже 360 градусов, панорамные фотографии. Видео с YouTube. Можно что-то загрузить с компьютера. Или по ссылочке добавить, импорт, юрл, QR-код наш любимый. Можно видео записать, рекорд видео, я так понимаю, что это с веб-камеры. А take photo – это фотография с веб-камеры. В общем, тут создатели размахнулись, конечно. Правда, тут немножко будут ограничены возможности. Вот это вот все будет работать месяц, без ограничений. Через месяц часть возможностей здесь исчезнет. Ну, например, с веб-камеры нельзя будет сделать. 360 градусов тоже не добавятся фотографии. Ну и 3D-объекты тоже. Но вы знаете, это не самое критичное. Все остальное будет работать. Самый интересный здесь вариант – это pansy animation. Вот у меня там котик головкой двигает, кошечка там, снежок падает. Вот эти красивые картинки я взяла здесь в библиотеке. Есть обычные картинки, статичные, а есть анимированные. То есть там он может двигать голову, передвигаться и так далее. К сожалению, на компьютер сохранить нельзя, потому что это анимация, сами понимаете, она не скачивается никак. Может быть, в платном только формате. Это еще надо посмотреть. Бесплатное – нет. Это только в режиме онлайн можно смотреть, допустим, на устройствах. На смартфоне, на компьютере и так далее. Вот. Ну, в этом и плюс, и минус одновременно. То есть возможностей много, но скачать, к себе забрать не получится. Очень просто. Выбираем, открывается библиотека, выбираем нужную картинку, загружаем. Можно свои добавлять в картинки. Опять-таки, обучалку я написала по этому сервису, так что там все вопросы я попыталась осветить, все основные вопросы. Ну, вот замечательнейшая библиотека картинок. Они тут рассортированы. Есть с искусством связанные, с днем рождения. Просто животные. Вот это Animals у меня открыты. В общем, это учетные сервисы для детского творчества. Да, вы сами почувствуете себя ребенком, когда здесь погуляете. А эти, ну, здесь красивые дизайны, хорошие дизайнеры. Здесь такие отличные детские картинки. Так что, вот как раз книжка с детскими стихами, это хороший вариант именно в этом сервисе сделать, будет вообще здорово. Ну, единственное, что да, там с автором по авторскому праву, но тут же отдельная история. Плюс можем записать озвучку, говорящую книгу сделать. Здесь есть возможность каждой страничке добавить звук. Так, нажимаем на кнопку Record, подключаем микрофон, пишем. Если у нас уже есть готовый звук, мы нажимаем кнопку Upload и загружаем. У меня там шум моря где-то на одной из страничек присутствует. Это я просто файл загрузила с компьютера с шумом моря. Вот, таким образом получается у нас и аудио, и видео, и текст 3 в 1. Красиво и симпатично, и несложно. Ну, и в заключении парочка универсальных сервисов, которые для детей и для взрослых создают интерактивные публикации. Вот мы добрались, наконец, до русского сервиса. Для тех, кто спрашивал, есть ли что-нибудь на русском языке, есть. Один такой инструмент называется этот сервис Utoba. Это вообще отличный инструмент для создания разного интерактива. Здесь можно и презентации создавать, и виртуальные экскурсии, игры, викторины. Вот список всех шаблонов сейчас перед вами. И все это богатство можно вставить внутрь книги. Давайте я ссылочку отправлю для начала. Даже две ссылочки. Чтобы вы могли оценить функционал. Он не такой, конечно, красивый. Тут нет шаблонов и красивых анимированных картинок. Поэтому он такой для работ посерьезнее. Но возможностей много. То есть внутрь книги вы можете встроить викторины. Различные игровые упражнения. Там угадай слово, угадай ответ. Что там еще можно? Найди пару. Заполни пропуски. Вот такого типа игровые упражнения. Для учителей отличный вариант. Да и библиотекари, я думаю, найдут для себя что-то интересное. Как здесь все работает? Здесь все на русском языке. Тут разобраться вообще очень несложно. Создаем, она так и называется, интерактив бук или интерактивная книга. Выбираем этот шаблон. Оно открывается вот в таком формате. Здесь мы сразу не видим, что у нас на выходе. Мы просто заполняем, заполняем шаблон. А что получится, мы уже как-то сохраним тогда и посмотрим. Здесь нам подсказывают. Заголовок – это название книги. Дальше пошло содержание. Первая страничка. Что мы хотим там видеть? Если мы хотим видеть текст, листаем. Здесь не все, но вот текст увидели, есть. Нажимаем текст, откроется окно, мы вставим текст. Если выбрали картинку, откроется окно, мы загружаем картинку. И вот так, шаг со шагом, мы заполняем наши пустые странички. Они безразмерные. То есть вы можете вообще там огромное количество контента добавить на одну страницу. Правда, это будет неудобно листать. Лучше все-таки уложиться в формат одного экрана. Но так или иначе, здесь огромное количество возможностей присутствует. И вот так мы странички создали. Ну вот, например, я хочу викторину создать. Вот с левой стороны у меня викторина, шаблон открылся. И мне предлагают, что можно вопросы с множественным выбором, с перетаскиванием слов, с заполнением пропуски. Правда, неправда. Остается только выбирать. Либо вот с правой стороны у меня викторина, например, с выбором одного ответа из нескольких. Вопрос, варианты ответа. Отмечаем правильный. Можно догрузить еще картинку сюда. Так что здесь все очень просто. Главное, возможностей много. И вот если у вас много материала всякого разного, и игры есть, и викторины, и тексты, и картинки, и видео, то вот все в одном, а может объединить удобно как раз. На выходе у нас опять ссылка, опять код. Все это встраивается. Сервис абсолютно бесплатный. Это вообще образовательный ресурс, адресованный в первую очередь учителям, ну и библиотекарям в том числе. ReadyMac. Это коммерческий сервис. Сразу скажу, у него небольшие возможности. Это на случай, буквально несколько слов о нем скажу, на случай, если вы хотите какого-то авангардного решения. То есть вам что-то необычное нужно, чтобы у вас много было анимации, выплывало, выезжало, чтобы можно было гиперссылки добавлять и много всего другого. Вот смотрите, что здесь можно. Ну кроме стандартных текстов, картинок, здесь можно аудио-видео добавить, прямо слайд-шоу сделать внутри этой книжки. Контенты в соцсети подтянуть, там Facebook и Twitter, например. Можно добавить так называемые горячие точки. То есть это такие кнопочки, на которые нажимаешь, открывается какая-то справочная информация. Здесь тоже можно добавить встраиваемые объекты, опросы и географические карты. Но всего одна книга и всего 10 страниц в ней. Правда, для чего-то необычного и креативного можно его задействовать. Это такой сервис для коммерческой журналистики. В Удобе тест получится загрузить в PowerPoint? Нет, не получится. В Удобе все вручную приходится создавать. На Genial похож, да. По вот этим интерактивностям похож на Genial. Согласна с вами. Он очень простенький в плане освоения. То есть нам опять дают страницы нашей публикации. Мы можем выбрать контент. Тут значки подскажут нам, что текст, картинку. Все это перенести на экран. Есть шаблоны для оформления, если они нужны. Можно взять шаблон и с ним поработать. Как-то оформить, стереть то содержимое. Добавить свое. Про ReadyMag тоже много инструкций, публикаций. Это для любителей необычного. Если хотите чего-то необычного, то можно. Здесь тоже не столько эффект перелистывающихся страниц, сколько именно уклон в необычность. Больше похоже на презентации, но они себя позиционируют как создание электронных журналов. Поэтому я в обзор этот сервис включила. Раз они так себя позиционируют, то значит о нем тоже стоит рассказать. Ну и последнее. Закончим на веселой ноте. На бесплатном замечательном сервисе, который адресован учителям и некоммерческим организациям. Сервис АОБУК – одна из моих последних находок. Он позволяет создавать, тоже можно обучить детей, он не очень сложный, позволяет создавать публикации текстами, с картинками, с опросами, с картами, с остроевыми объектами. В общем, на странице можно добавить практически любой контент. И все это абсолютно бесплатно. В чем-то похож на УДОБУ. Конструктор немножко похож, напоминает УДОБУ. Ну, то же самое, только на английском языке. Здесь странички двух типов. Есть просто страничка с текстом, и кроме текста можно добавить еще разный контент. Вот, например, я попробовала видео вставить, гиперссылку, все вставилось. А вот если мы хотим фотографию вставить, то фотография будет на отдельной страничке. ArtVog это называется. Если нам просто нужна фотография, то выбираем вторую опцию, которая справа. Дополнительно, вот у меня сейчас открыта вкладка «Текст». Вот я в красный кружочек вынесла вот такие две косые скобки. Это скобочки для встраиваемых объектов. Например, мы хотим внутрь книги встроить викторину. А викторина у нас сделана уже в каком-то другом сервисе. Ну, например, «Learning Apps». У меня там, например, был сделан кроссворд. Вот такой. Я с помощью этой кнопочки его очень легко встроила прямо на страницу. У меня получилась интерактивная книжка с кроссвордом внутри. Но здесь, если в удобе все создается прямо внутри, не надо никуда ходить, то вот в «Вау-бук» вам нужны эти ссылки, эти коды на другие сторонние ресурсы. Вы можете не обязательно свой кроссворд вставить, так уж между нами. Если вы возьмете код, вы можете кроссворд любого другого человека вставить. Не обязательно свой собственный. Но это уже вопрос по авторскому праву. А так, в общем, странички точно так же оформляются, как в предыдущих сервисах. Пустая страничка, размещаем на ней тексты, встраиваем объекты, добавляем иллюстрации, и получается много красивого и интересного контента. Я вам там загадки добавила. Ну, давайте напоследовать еще книгу в виде виртуальной экскурсии. Тоже интересная идея, рассказать о любимом городе в таком формате. Вот как виртуальная экскурсия получается. Я выбрала такие инструменты, на мой взгляд, самые интересные, самые динамичные, которые можно и самим освоить, и детям порекомендовать. Так что, если захотите о них узнать поподробнее, скачивайте презентацию, там есть все ссылки, обучалки. Все, что смогла, написала. Все, что не написала, нашла в интернете. Это вспомогательные материалы. Спасибо большое за внимание. Если какие-то вопросы возникнут, вы можете ко мне обращаться. Меня легко можно найти на Фейсбуке. У меня есть там своя группа. Называется «ИКТ-мастерилки для педагогов и библиотекарей». Так что, добро пожаловать. Если интересуетесь информационными технологиями, заходите на Огонек. И еще я хотела продублировать ссылку. Ну, раз немножко мой курс прорекламировали, онлайн-курс, который вчера и начался. Первое занятие вчера прошло. Но еще есть возможность присоединиться. Если вы хотите обучиться сразу технологиям самым разным, там 8 разных форматов мы рассматриваем на этом курсе. Если вы захотите 8 разных форматов освоить и узнать 100 и больше сервисов, представленных в моем курсе, он такой энциклопедический. Так что приходите, можете почитать программку, там все подробненько расписано. Ну, это так, немножко в качестве рекламы. Спасибо большое за добрые слова. Я видела тут много хорошего в свой адрес. Спасибо, что вы ходите и смотрите. Так, вопросы читаю. Что бы вы могли посоветовать по софту для создания e-book на своем компьютере? Это уже бессмысленно. Но это зависит от ваших целей и задач. Если вы хотите, то можно такие книги создавать. До сих пор этот софт существует. Он так и называется, флиппинг-бук. Только учитываем то, что эти программы чаще всего платные. Я вот не знаю ни одной бесплатной. То есть есть какие-то, которые предоставляют бесплатные возможности, но очень небольшие, либо демо-версии. Но если вас интересует эта проблема, я больше по онлайн-сервисам, честно. Я не люблю программы, потому что они загромождают компьютер, во-первых. А во-вторых, они, ну, мне в таком, они не нужны количестве. То есть мне нужна публикация. Я пошла, создала ее. И сразу опубликовалась в интернете. Да. Вот эти сервисы, они не дают возможность скачивать. Либо которые дают, там за денежку, просят денежку для того, чтобы скачать. Там в основном ссылки и коды можно встраивать на сайты и в блоги эти. Онлайн-сервисы как раз для того, чтобы в онлайн-режиме смотреть, знакомиться. Там же самое главное даже не то, что мы это создали, а смысл в том, что мы это опубликовали в сети, и оно уже доступно для всех. Вот эти сервисы дают самое главное, публикацию в интернете. То есть не нужно искать, куда ее закачать, где ее разместить. А тут все прямо здорово, вы можете прямо к себе на сайт все это пристроить и радоваться. Спасибо вам большое за добрые слова из майрики. Вроде я на все вопросы ответила, так, что смогла. Если еще какие-то останутся вопросы, пишите тогда. Спасибо для создания афиш, какой бы сервис посоветовали. Канва – самый простой сервис на русском языке, который я знаю. Первый на ум приходит Канва. И второй Крелла, он сейчас поменял название, он сейчас называется Виста Креатив. Вот это два конкурирующих предприятия. У них примерно одни и те же возможности. Там просто зайдете внутрь, посмотрите шаблончики для афиш. Вот что понравится, то и выбирайте. Они очень хороши как раз для оформления графики. Афиши, постеры, плакаты, презентации, даже видеоролики делают. Так что вот их советую. Но они с хорошим бесплатным тарифом. Вот еще самый главный плюс. Да, Канва мне тоже нравится, но у Крелла тоже отличный стал сервис. Когда он поменял свое название, там появились возможности абсолютно такие же, как и в Канве. То есть там 10 гигабайт свободного места и неограниченное число публикаций стало. Это здорово. Так что можно и на него тоже замахнуться. Вот. Ой, спасибо вам большое. Третий раз уже пытаюсь попрощаться. Вопросы вроде как закончились. А я буду уже прекращать свое обещание. Приходите на вебинары. В этом году у меня еще будут в декабре месяце вебинары. Ну и дальше до конца учебного года еще несколько вебинаров успейте застать. Если вам интересно, чем я занимаюсь, то на сайте Директ Академии можно зарегистрироваться и следить за моим творчеством дальше. Спасибо большое еще раз и до новых встреч.